Продолжение следует... Поэтому наш ответ Путину. Мы хотим, чтобы в России было свободное демократическое общество. Мы хотим свободы и справедливости. Мы хотим свободы Николая Платошкина. Его не за что судить. Любого блогера можно судить. Любого человека. Десятки миллионов людей пишут на русском языке в социальных сетях. Десятки миллионов людей. Мы видели только что. Антон Красовский приказал, ведущий Russia Today, призывал в мойке топить участников протеста. Правда ведь? Прямой призыв к убийству людей. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, выступая на телекальной России, полемизируя со мной, Максима Шевченко, это видели миллионы зрителей, призывал оградить Кавказ колючей проволокой и законательно ограничить рождаемость жителей Кавказа, не больше двух человек, а за третьего ребенка, чтобы жители Кавказа по этническому принципу и религиозному платили штраф. Это лидер ЛДПР сказал публично в федеральном канале России. Ноль внимания, правда? Никаких. Они только сказали, ну это Жириновский, это же можно смеяться. Ксенофобия, расизм, религиозная сегрегация, этническая сегрегация стали нормой в устах многих во власти или представителей власти в Российской Федерации. Им это все сходит с рук. Стоит со стороны оппозиции, со стороны гражданского общества кому-то поднять голос, заявить о соблюдении Конституции, как нас сразу начинают привлекать по административным или как Николай Николаевич по уголовному процессу. И это абсолютное произвол беззакония. Если мы сейчас в сходе выборов, все оппозиционные партии, которые стоят на принципах защиты демократии и Конституции, не консолидируются хотя бы в рамках повестки политической. Свобода Клатошкину, свобода другим политзаключенным, осужденным по ингушскому делу. Абсолютное произвол и беззаконие. Больше года, около двух лет уже сидят люди, женщины, старики сидят за то, что они мирный митинг был, когда они протестовали против административной границы. Это их полное право. Милиционеров в Ингушетии, которые их защитили от разгвардейцев, предотвратили кровавые столкновения. Выгнали с работы без права апелляции какой-то. Хотя, на мой взгляд, их награждать надо за то, что они пресекли тяжелые сокращения. Людей сажают за лайки, за репосты, людей сажают за высказания в социальных сетях. Тем, кто служит этой власти, позволено как угодно пропагандировать фашизм и разжигать сегрегацию, я привел уже пример, да, абсолютно безнаказанно. Нам с вами, очевидно, позволено бы только глубинным народом помалкивать, не высказывать сообщений, и славить, и любить великого, солнценностного, богоподобного и так далее, какие еще титулы ему наделят. Уже Болодин сказал, Россия это Путин. Мы думали, Россия это наша родина, правда? Мы думали, что Россия, она, как говорится, была и историй будет дальше. А нам сказал спикер, один из лидеров идейной России, не будет Путина, не будет России. Россия это Путин. Вот, оказывается, как мы с вами живем, правда? Хотим мы жить в такой России? Не хотим. Мы хотим, чтобы страна принадлежала народу. Друзья, спасибо вам большое. Будем следить за процессом. Я пойду, спасибо за вашу поддержку. Вы просто молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!